Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Политотдел» начинается. Как я вчера в конце эфира и анонсировал, сегодня мы отправляемся в гости к главному редактору портала «Альтернатива» Андрею Ваджии. И разговор у нас пойдет о канатчиковой даче. Образно говоря, конечно, о сумасшедшем доме, в который превращается мир. И вот такое ощущение, что за пределами нашей страны, чем дальше, тем больше это сумасшествие воздушно-капельным путем друг от друга передается. Люди сходят с ума. И вот как нам не заразиться, как нам выжить в этом сумасшествии? Я только что ехал в студию и по радио слушал интервью с переводом с немецкого одного волчьего сына. Фамилия у немца – Вальфсон. Так вот, этот волчий сын говорит, подлые мерзкие палестинские террористы используют палестинское мирное население как пушечное мясо. Причем не сейчас, а все сто лет пока, или почти сто лет, сколько идет эта арабо-израильская война. Потому что они же подлые такие, на земле, которая так нравится евреям, разместили этих палестинцев. А что остается бедным евреям делать, чтобы этих палестинских террористов уничтожить? Убивать пушечное мясо, детей, женщин, стариков. Подлые палестинцы, мерзкие. Нет, чтобы самодепортироваться куда-нибудь в Египет, в Турцию, еще куда-нибудь. Сидят гады на чужой земле, которая так нравится израильтянам. Вот в чем проблема? Что с людьми не так? Как получилось, что они сходят с ума? Или это не сумасшествие, а цинизм такой низости, которую описать просто невозможно? Вот об этом мы сегодня и говорим с Андреем. Андрей, добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну, не совсем добрый день. Умирают каждый день много-много мирных людей. Египет, кстати, не хочет пускать, понимая, зачем и кто это все делает. С другой стороны, и этих людей жалко. И Хамас, который создавали американцы с англичанами и с израильтянами, провокацию устроил. В чем-то, может, этот волчий сын и прав. Подлый Хамас, мерзкий, подставил палестинцев, а кто-то этим воспользовался. Но ведь не только Ближний Восток. У нас вон свой Ближний Восток. Свои эти вурдалаки бегают, волчьи крюки, и устраивают такой же беспредел. Дай им волю, они с Крымом сделали бы то же самое, что Израиль сейчас делает с сектором газа. Ну, вы знаете, я не сторонник, по крайней мере, в данном случае, того, чтобы судить в черно-белых тонах о происходящем, тем более судить участников определенного конфликта. Любой конфликт, он создаётся двумя сторонами. Так не бывает, что бы вот. И, ну, в общем-то, мы сейчас, сегодня мы не об этом, не о конфликте, который сейчас разворачивается в газе, говорим, мы говорим сейчас о вещах, скажем, немножко других, связанных с психологией, с массовой психологией, с социальной психологией. Вот, поэтому я предлагаю всё-таки, да, вот, немножко отойти от политических аспектов и посмотреть на происходящее отстранённо. Ну, насколько это вообще возможно для человека смотреть на вещи отстранённо. Хотя, опять-таки, ну, действительно тяжело осознавать, что каждые 10 минут по статистике, да, вот уже нынешние статистики там, которая определилась в газе Тарегаза, вот, каждые 10 минут погибает один палестинский ребёнок. Вот представьте, вот сейчас, пока наша передача идёт, сколько там, минут 40, да, вот посчитайте, сколько палестинских детей за это время там погибнет. То есть это давит на голову. Это давит на голову, ну, скажем так, человеку русской культуры, русской ментальности. Это однозначно давит на голову. Вот, но тем не менее, несмотря на все вот эти вещи, давайте немножко всё-таки попробуем отстраниться от эмоций, от происходящих вот этих вещей, которые действительно ужас навеивают, ну, для нормального, для здорового человека. посмотреть всё со стороны, немножко там этим холодным взглядом. Вы упомянули о том, что сейчас мир сходит с ума. И действительно, если смотреть на вот многие события, которые сейчас разворачиваются в мире, вот, ну, реально возникает ощущение, что где-то произошли сдвиги, такие серьёзные сдвиги по фазе, вот, и человечество охватывает какое-то безумие, состояние безумия. Это необычно, это непривычно, это пугающе. Это всегда связано с какими-то определёнными нарративами конца света, да, это такой апокалипсис. Апокалипсис сегодня. Есть такой фильм известный. Вот, но на самом деле в этом нет ничего необычного. Это свойственно человеческой природе, и это проявляется всегда и везде, постоянно. Всё зависит от масштабов этого проявления. Что касается природы, да, человека, который я упомянул, мы, опять-таки, грубо говоря, состоим из двух частей. Такой, знаете, симбиоз. Одна часть наша — это животное, вторая часть — это человек. Это некая природа, которая противоположна животной природе. И в зависимости от ситуации у нас либо доминирует одна часть, либо другая. Когда определённые цивилизованные, культурные рамки отходят на второй план, когда они ослабевают, то, естественно, вылазит животное природу человека. В чём её проявление, этой природы, в данном случае, да? В том, что мы склонны к подражательству. Мы изначально, наша животная природа, она изначально стадная. Мы склонны к подражательству. Это заложено в нас, это наш инстинкт. Тогда, вот ещё в те времена, доисторические, когда человечество жило стаями, стадами точнее даже, то это был фактор выживания. То есть, если ты не отбился от стада, если ты в стаде бежишь, то это значит, что у тебя есть шанс выжить, крайней мере, более высокий шанс на выживание. Но с течением времени ситуация-то изменилась. И нередко бег в стаде, он обрекает индивида отдельного на гибель. Это мы сейчас видим непосредственно на примере Украины. То есть, вот все, которые сейчас продолжают там бежать в стаде, влекомые своими инстинктами базовыми, они, в принципе, рано или поздно прибегают к большой яме, там вот, недалеко от фронта, или вообще остаются под кустами, в траншеях и так далее. Вот здесь нету однозначности. То есть, в определённых ситуациях стадность — это возможность выжить, в других ситуациях стадность — это прямая дорога в могилу. Опять-таки, стадность, да, на уровне психологии. Ну, как пример, берём моду. Самое простое, что, да? Так модно одевается. Спроси, а, собственно говоря, с чем это связано? Ну вот ты модно оделся. И? То есть, почему? То есть, вообще, что такое вообще? То есть, мода — это что? Это все должны так одеваться, да, в модный тренд. Модный тренд — это когда все начинают одинаково одеваться, одинаково красиво, а как они считают, одеваться. Потом модный тренд меняется, и все точно так же одинаково красиво начинают одеваться по-другому. У меня вопрос. А почему нельзя одеваться красиво за рамками тренда? Откуда вообще вот эти вот модные тренды? Да, мода как таковая, феномен моды. Стадность — это разновидность, да, психологическое проявление стадности. Или, допустим, все одинаково читают там модную книгу. Или все одинаково слушают там модную песню. Модный фильм смотрят. Причём вот ты часто спрашиваешь, тебе понравилось? Не, не особо. Ну, повидно по реакции, что не особо. Но это же модно. Вот в какой-то там компании, в стаде. Тебя будут спрашивать, а ты смотрел этот фильм? Что ты скажешь? А ты смотрел эту книгу? Книга — говно, прошу прощения, да? Но, да, Серёж? Я просто вспоминаю время, когда мы с женой ещё не поженились, только встречались и были студентами конец 80-х годов, третий, по-моему, курс и мода на фирмы Тарковского. И я её потащил бездумно, говорю, слушай, это круто, это обалденно, всё. Я, правда, просидел, ничего не понял, бред жуткий, какое-то вот такое вот давящее на мозги. Мы выходим, она говорит, ну и что? Тебе понравилось? Ведь это же смотреть невозможно, это же давит, это сознание поражает. Я говорю, нет, не понравилось, но народ-то весь говорит, что это круто, это интеллектуальное кино, это же ох ты, ёлки-шпалки. Ну вот, ёшкин кот, как говорится. Ужасное кино, я после этого Тарковского вообще ни один фильм не смотрел. Но вот была мода такая. Ну, Сергей, насчёт Тарковского я не буду эту тему развивать, потому что, ну, честно скажу, мне в Тарковске нравится, но опять-таки сейчас, в общем-то, речь не об этом идёт. Речь идёт о самом механизме социальном. Вы проговорили о том, что мир сошёл с ума, что всё похоже на канадчикову дачу, воспетую поэтом когда-то, на психлечебницу. Действительно, есть такое понятие, да, вот эпидемиология, вот, как правило, мы её используем относительно каких-то медицинских вещей, да, там, вирусы какие-то там и так далее. Вот у нас это вот представление об эпидемии связано именно с этим. Но на самом деле в плане психиатрии это слово припременяется, в принципе, вот настолько же адекватно, как и в плане там микробиологии. Понимаете, то есть существуют психоэпидемиологические ситуации, которые выходят из-под контроля. И это связано как раз опять-таки то, о чём я говорил, с нашей стадностью, которая вмонтирована в нас, вот изначально нашу животную природу. Стадность. Чем ниже интеллектуальный уровень, чем ниже человек способен, как бы, ну, у него развита рацию, да, разум, чем меньше он способен этим разумом пользоваться, тем больше эмоций. Эмоции — это инстинкты. Инстинкты, как правило, у нас стадные. Отсюда и вот эти вот психические эпидемии. И то, что вы сейчас видите, да, то, что мы сейчас видим все, вот это как раз из разряда психических эпидемий. И то, что, допустим, недавно у нас было, да, на Кавказе, там, когда бегали по аэропорту и искали, ловили израильтян, это как раз тоже связано как раз с этим феноменом, когда не совсем хорошие люди, мягко говоря, через телеграм-каналы, по сути, вот как бы берут, создают из людей стадо, и потом это стадо направляют в определённом направлении. Вот так шух, и побежали. Вот выдерни кого-то, да, вот приведи его в нормальное состояние, вот этот градус эмоций, вот опусти у него и спроси, куда ты бежал, и зачем ты бежал, кого ты искал, и зачем ты искал. Ну хорошо, ну вот нашли бы вы там евреев, израильтян, и что дальше? Ну вот нашли бы их, предположим. Вот спросите у этих людей, а вряд ли они вам сейчас это ответят. Вот когда у них эмоции увлеклись, они спокойны, вот вряд ли бы они смогли вам ответить на этот вопрос. То есть люди, которые пребывают вот в этом психопатизированном состоянии, они по своей сути неадекватны. В психологии существует ещё такое понятие, как индуцированный психоз. Вот то, что мы сейчас, допустим, наблюдаем на Украине, или то, что мы сейчас наблюдаем на территории Израиля, в секторе газа, да, и не только, кстати говоря, и по всему миру, в общем-то, это то, что называется индуцированный психоз. Это когда огромная масса людей выводит из эмоционального равновесия. Когда вот включается эта двигательная энергия человеческая, и люди бегут. Куда бегут, они сами не толком не понимают. То есть в голове какая-то идея возникает, как правило, морально-нравственного плана. И вот они побежали. То есть по большому счёту человек осуществляет насилие, совершает разнообразные зверства, убивает себе подобных. Он всегда это делает во имя чего-то. То есть есть определённая часть людей, которые это делают ради удовольствия, а вся основная масса людей, которые этим занимаются, они делают во имя каких-то великих вещей. Причём это всю историю человечества. Вот, в общем-то, основную массу людей была убита за всё время существования земной цивилизации человеческой во имя каких-то абстракций, во имя каких-то метафизических фикций, во имя каких-то вещей, которые с реальностью имеют очень такое, скажем так, слабая, слабая, абсолютно слабая связь. Когда вот это вот состояние психическое, оно человека выжигает полностью, человек приходит в себя, то он смотрит и на то, что он делал, и на то, что он думал. Он смотрит как на нечто ему, ну, как бы чуждое ему. Как на что-то, что, собственно говоря, с ним не связано. Да, Серёжа? Я вот по этому поводу давно хотел выяснить для себя этот вопрос. Ведь когда мы в основной своей массе патриотические такие патриоты, говорим, нам нужна жёсткая, чёткая, конкретная идеология, заряженная на всё общество, то есть мы кипим, наш разум возмущённый бурлит, и мы хотим, чтобы наш народ, вся наша страна заведённая шла в будущее вот постоянно вот в таком адреналиновом кайфе. А государство наше почему-то держит температуру по палате средненькую, чтобы мы не сходили с ума, не выгорали раньше времени, то есть чтобы мы как вот медленно поднимались в гору, а не скакали туда, а потом выжатые, как эти самые, да, как лимон, падали обессиленные. И вот с одной стороны вроде надо возмущаться, что как бы поднять народ, да, на священную войну, на борьбу за пятилетку, за три года, ещё на что-то. А Путин ведёт себя так, как будто ничего не происходит, как будто общество наше стабильное, монолитное, и его надо медленно-медленно, чуть-чуть ещё укреплять, ещё чуть-чуть, и вести не спеша. Это почему? Ведь мог бы завести народ, мы могли бы сейчас горы свернуть в течение там двух-трёх лет, создать нечто небывалое, победить всех врагов, и внутренних, и внешних, перебить всех нехороших, и все хорошие бы радовались наконец-то тому, что мы плохих победили. Но Путин почему-то этого не делает. Вы правы. Вы достаточно чётко уловили ситуацию. Хочу это заметить. Посмотрите опять-таки на Украину. В этом смысле Украина — наша противоположность. Она полностью противоположна России. Украина — это наивысшая степень психоза вот сейчас, на данный момент. И обратите внимание, к чему. То есть люди, которые сознательно индуцировали этот массовый психоз в украинском обществе, они руководствовались как раз именно идеей того, что вот эта мощная психическая энергия, этот выброс взрывной, если его канализировать, направить в определённое русло, то он снесёт на своём пути всё. То есть эти эксперименты начинались ещё на майданах украинских. А потом это, собственно говоря, было масштабировано на всю территорию Украины. И я воочию увидел вот это безумие коллективное на двух майданах, и потом ещё после вот этого, когда всё это началось, в 2014-м. Я выходил в город, я на всё это смотрел, и у меня, ну, реально, вот... Я, опять-таки, уже об этом говорил не раз, упоминал, но и вспомяну ещё раз. Есть такой, был, точнее, такой психолог французский Густав Лебон. Вот у него как раз именно о толпе, наверное, наиболее удачные книги написаны. И я вот смотрел всё, что происходило в том же Киеве, и я видел, собственно говоря, это как иллюстрации к произведениям Лебона. Это немножко было жутковато смотреть, потому что ощущение действительно возникало, что ты в большом дурдоме. Но посмотрите, к чему это привело. Да, выброс колоссальной энергии произошёл, колоссальнейший выброс. Но посмотрите, что произошло в результате. Произошло не только психическое выгорание. Произошло выгорание физическое вот той территории, на которой происходило психическое выгорание. Потому что человек в состоянии психоза, тем более массового психоза, он может только разрушать. И не имеет значения, на что направлена вот эта вот энергетика. Вы посмотрите, в каком состоянии сейчас находится Украина. Вспомните, в каком она была состоянии, допустим, на момент 1991 года, на момент независимости провозглашения. И сравните вот это вот состояние, и психическое, и физическое, да, и всё остальное, с тем состоянием, в котором сейчас находится Украина и украинское общество. Здесь же в чём проблема? Представьте себе, да, вот мы говорили про моду, про индуцирование, про стадность. Ведь сейчас, скажем так, механизм индуцирования психопатического, он же упростился в связи с техническими средствами, да, в связи с средствами массовой информации, телекоммуникации и так далее. То есть сейчас гораздо проще, чем, допустим, там 200 или 300 лет назад привести определённое количество людей в состояние психоза индуцированного, да, массового. Сейчас это гораздо проще сделать. И что мы сейчас в результате всего этого видим на той же Украине? Кровь и смерть. Смерть, кровь, разрушение, руину. То есть, да, вот они смогли, они добились, они произвели вот этот выброс энергетики, психической энергетики, потом физической, да. Вот ядерный взрыв произошёл, что мы там сейчас видим? Мы видим сейчас руины там, пепелище. Пол страны бежало, потому что жить в состоянии психоза непрерывного, это практически нереально. Тем более вы же учитываете ещё один момент, что психика человека среднестатистического, она же не железобетонная. Особенно вот нынешний человек, нынешнего общества, психика очень слабенькая. У каждого есть какие-то такие, знаете, моменты слабенькие. И если на эти моменты давить, то вылазит патология сразу, мгновенно. И психозы перерастают, в принципе, в настоящие психотические какие-то вещи, проявления. У кого там что? У кого там маниакально-депрессивный психоз, у кого шизофрения, то есть всё, и оно всё вылазит наружу. И представьте себе общество, «Ну вот вы говорите, да, дурдом, ну так оно реально, это даже не какая-то там фигура речи, это реальная ситуация». Вот в чём всё дело. Это реальная ситуация. Поэтому то, что, допустим, российская власть пытается удержать, сбалансировать ситуацию, пытается не доводить до вот этих выбросов, психопатических, массовых. Это только плюс. Если мы сможем от этого удержаться, то, слава Богу, обратите внимание, ведь Израиль пошёл по тому же пути сейчас. То состояние, в котором, допустим, сейчас находятся палестинцы. Но это можно понять, да, когда тебе на голову непрерывно падают бомбы и каждые 10 минут погибают твои дети, да, палестинские дети. Но ведь и израильское общество, скажем так, оно же сейчас идёт по нарастающей, психопатизация. Многие вот эти вот проявления радикальные, которые выливаются сейчас в ТикТоке, в Ютубе и так далее, ну это же как бы мы уже всё видели. Это всё проходили на примере Украины. И израильское общество сейчас, да, вот постепенно, постепенно, шаг за шагом, оно двигается в этом же направлении. И если как бы, ну не сможет оно удержаться в массе своей, результат будет страшный на выходе. Опять-таки я всех отправляю на Украину, кто хочет понять, что будет. Да? Вот, пожалуйста, перед вами Украина. Поэтому, да, Сергей, вот когда смотришь новости, когда смотришь на всё происходящее, возникает действительно ощущение, что, в общем-то, мир сошёл с ума, что мы в таком огромном находимся дурдоме. И это идёт по нарастающей. Андрей, вы знаете, меня поразило, вот даже анекдотичные, ну скабрезные случаи на Украине вдруг ни с того ни с сего стали происходить. Я о чём говорю? Вот какой-то мошенник надевает форму военную, говорит, я зам военного комиссара такого-то там ТЦК, ходит по молодым мужчинам и говорит, тебя призывают в армию, но у тебя есть шанс избавиться от этого. Ну, мужик этот гомосексуалист, активный. И он склоняет к сексу этих мужчин, одного, второго, третьего, десятого. И вот эти мужчины, вдруг узнав, когда настоящий военком пришёл за ними, что это был не настоящий, они, ну, смолчи. Тебя, извини меня, промолчи. Нет, они начали расклеивать везде. Поэтому, если придёт к вам постучиться, не доверяйте. Они ещё и хвастаются тем, что их пришёл какой-то мужик, напугал, изнасиловал. А теперь другой мужик пришёл и говорит, а вот тебе повестка, иди воюй. То есть и смех, и грех, и стыд, и позор. Но ведь умирать-то никто не хочет. И бедный маленький украинец, чтобы не отправиться на войну с русскими, готов вот даже вот к такому позору. Ну, Сергей, вы же понимаете, что перед лицом смерти и желание жить, опять-таки, это же базовые инстинкты. Это базовые инстинкты. Желание жить, да. У этих желание жить, а у этого желание получить удовольствие. Вот они друг друга и нашли. Тут же опять-таки, ну, тут вопрос, скорее, наверное, цинизма, который сейчас присущ, причём в массовых масштабах украинскому обществу. Ну, ладно, вот эта вот весёлая история, которую вы рассказали. А когда, допустим, начинают звонить родственникам заложников израильских, да, вот там пока реальная ситуация, когда одну из девушек израильских была захвачена в качестве заложника, вот, и начали звонить вроде якобы по поводу, значит, денег, чтобы её выпустить. А потом выяснилось, что это звонили не палестинцы, не Хамас, а звонили с Украины. Ну, и как вам эта ситуация? Ну, если ваш рассказ выглядит забавно, то вот этот, мне кажется, это как бы, ну, это запредельный цинизм. Это цинизм там в квадрате, в кубе, я даже не знаю, как это назвать. Это не вкладывается вообще ни в какие рамки. И здесь опять-таки, видите, здесь мы опять находимся в такой вот сложной ситуации. С одной стороны, вот то, о чём я говорил до этого момента, да, вот эта вот стадность, вот этот вот бег, коллективный бег непонятно куда, а с другой, в общем-то, моральное разложение, морально-нравственное. Вот этот дурдом, который происходит вот сейчас, да, вот, ну, опять-таки, вот психическое расстройство, вот брать-то классический вариант, ведь оно же выводит человека не только за рамки, допустим, неадекватного восприятия реальности. Ну, вот брать шизофрению, да, вот человек просто теряет адекватное восприятие, возможность адекватного восприятия реальности. Но там же происходит и морально-нравственное разрушение. В этих состояниях нету добра и зла. Человек находится за рамками добра и зла. То, что мы вот сейчас, собственно говоря, наблюдаем в массовом масштабе. Украина, опять-таки, да, Украина, это ведь не только потеря адекватного восприятия реальности, о чём, ну, опять-таки, ваш пример, вот, да, вот этот вот с фальшивым военкомом, агломосексуалом. Но это же и потеря всяких ориентиров морально-нравственных. Да? То есть это как бы накладывается одно на другое. И плюс это ведь вот эти вот жертвы, но они же жертвы сознательного раскручивания всех этих вещей. Ведь украинское общество, да, оно же ведь сознательно было выведено за всякие рамки морали и нравственности. Мы же помним, да, что там сделали, допустим, с донецкими детьми. Ведь убийства вот эти массовые, которые сейчас происходят в той же газе детей, это же всё было в Донецке, в Луганске. Это же всё было. И аллея ангелов, она же никуда не пропала. Она там и есть, она там находится. Да? И все вот эти рассуждения, расчеловечивающие, да, в украинском обществе относительно Донбасса, его жителей, или того же Крыма, да. Это же всё, это всё. Но опять-таки люди, которые это делали сознательно, они это рассматривали как, скажем так, как форму оружия. Представьте, вы берёте определённую массу людей, лишаете её всяких моральных ориентиров, морально-нравственных ориентиров. Вы лишаете их адекватного восприятия реальности. Они уже не видят, где вверх и низ, где право и лево. Для них победа — это поражение, поражение — это победа, чёрное — это белое, левое — это правое и так далее. Они потеряны, полностью потеряны. И плюс вот этот вот феномен, о котором я говорил, да, состояние индуцирующего психоза. То есть разум подавлен полностью, наверху скачущие эмоции. Вы посмотрите, допустим, даже вот этих вот, которые там воюют, да, в украинской армии. Они же неадекватны, психически неадекватны. Вот по тому состоянию даже. Я уже не говорю о том, что они говорят и что они делают. Просто вот посмотрите, кто-то там выступает в том же ТикТоке, записывает видосик, да, и там что-то говорит. Ты понимаешь, что человек не в себе, а мягко говоря. Но вот опять-таки, вот это всё в целом, они вроде как превращают людей, вот в совокупности, в некий инструмент, инструмент политики, инструмент войны, да, вот инструмент разнообразных сексуальных этих злопотреблений, о которых вы говорите. То есть человек опускается, сам вниз. Ну вот, похоже на этого военкома, человек, который занимается психологическим изнасилованием, попытками, зовут его Томас Бах, он психически здоров. Но вот Томас Бах, с одной стороны, вот одна часть его «я» говорит, все русские коллективно виноваты в действиях Путина, правительства и Минобороны России, поэтому русские все причастны, и никто не имеет права, даже отказавшись от флага, герба, гимна и всего остального, участвовать в нашем празднике спорта. И тут же он говорит, не смейте коллективную ответственность за какой-то там геноцид, за депортацию, за убийство возлагать на спортсменов прекрасных стран, которые все это сейчас делают, потому что спортсмены не отвечают за действия правительства. И не смейте называть этих спортсменов какими-то убийцами или пособниками убийцы, потому что это спортсмены, они не виноваты, они ни при чем. И под флагом своей страны они должны выйти в Париже на открытие Олимпиады и на Олимпиаде. А вот Париж, ведь он, Мюнхен-72 покажется детским садом. И если, не дай бог, к тому времени как-то не погасят этот конфликт. И ведь это же действительно ужас. Ну, Сергей, вы сейчас просто привели пример только на индивидуальном уровне вот того всего, о чем я говорил. То есть человек, у него критическое мышление подавлено. Всякие моральные, нравственные нормы тоже подавлены. Он в стаде, он бежит. Куда стадо бежит? Вот раньше стадо бежало в одном направлении, он тоже бежал со стадом в этом направлении и говорил вещи, которые соответствовали этому движению. Сейчас направление изменилось. Он бежит в другом направлении и говорит противоположные вещи, но он этого не понимает. И он это не услышит, потому что у него он в состоянии изменённого сознания. Он это не услышит. Попробуйте поговорить там с любым, кто-то из украинских военных, которые сейчас на фронте. Да у него же в голове только две-три мысли основные, и всё. И он не видит реальность со стороны, он в этой реальности погружён. Многие функции там когнитивные отключены полностью. Там всё на эмоциях. Там всё на эмоциях. Вот мы сейчас их всех убьём. Ребята, у вас уже как бы население сократилось два раза в целом. Одни уже в могилах, другие сбежали за границу. А вы всё продолжаете с какими-то странными идеями носиться. Ну, это странные идеи, мягко говоря, странные. Но человек не способен... Вот в принципе, чтобы наши зрители понимали, о чём я говорю, просто пускай они вспомнят своё состояние, когда у них ярость, когда они с кем-то конфликтуют. Вот просто сядут на досуге и подумают, а вот как я, что я ощущал, когда я был там вне себя от ярости? Да, вот когда я был разозлён сильно. Вот вспомните, да, вот это состояние. Все мыслительные функции подавлены полностью. Зашкаливают эмоции. И ты хочешь только чего-то вот бежать, разрушать, там ещё и так далее, да? Я упрощаю, но тем не менее. То есть полный... Это вот такой вот выброс негатива. А теперь представьте, это миллионы людей или сотни тысяч людей. Андрей, я могу вспомнить даже собственное состояние ярости, когда действительно планка падает, забрало, опустилось, и ты ничего не слышишь, не видишь, не просчитываешь последствий. Но вот я свои такие состояния, я понимаю, что оно у меня может быть на 30 минут, на 15 минут, до вечера. Утром я просыпаюсь, и я начинаю анализировать. А здесь народ живёт в этом состоянии дикой ярости, горит годами. Совершенно верно. В этом состоянии население Украины находится годы. Это не 30 минут, не день, а годы. Поэтому я же и говорю, когда человек находится вот в таком негативном состоянии, там же вылазят вот эти все вот эти слабые в психике моменты, ломаются, и начинают вылазить психические патологии. И тогда уже вообще обратной дороги нету. Человек, оказавшись в стрессов сильной, стрессовой, хронической стрессовой ситуации, он чаще всего, да, основная вот масса людей там, да, я не знаю статистику, сколько там человек из десяти, но я думаю, что значительная часть вот этих людей, она просто ломается психически. И там вылазят разнообразные вещи. И то, что вот те люди, которые там сейчас вот находились столько лет в этом состоянии, да, они же уже не здоровы. Вот в чём проблема. Отсюда же, как бы я же говорю, и выход за все вот эти всевозможные рамки, которые объявил Запад сейчас воплощением свободы. Да, свобода! Ну, вы же посмотрите, вот вы озвучили, да, озвучили одного там человека, связанного с спортом. А послушайте, что сейчас американское руководство говорит. Оно же сейчас говорит вещи, противоположные тому, что оно говорило относительно там конфликта на Украине. Противоположные. То есть, до этого момента они говорили, что вот гражданское население это самое святое, что может быть. Да? Вспомните, вы все эти вопли, сопли и так далее. А сейчас они говорят, что гражданское население это просто сопутствующие потери. Как это сказал? Таков трагизм войны. Вот, раз, все изменилось. Оп-та! То есть, там, значит, это ни в коем случае нельзя было, да, вдруг что. А здесь уже, оказывается, это просто трагизм войны. От этого не уйти никуда. И то, что там вот, по сути, маховик массового уничтожения людей раскручен и продолжает раскручиваться, это не страшно. На самом деле это не страшно. Все хорошо с точки зрения американского руководства. Все нормально. Так это же говорили, собственно говоря, потом, до этого говорило и украинское руководство своим гражданам. Это нормально, когда на Донбассе убивают людей украинская армия. С точки зрения Киева и патриотов Украины. Это нормально. Там же какие-то колорады были вроде, да, ватники, орки. Ну какая ценность жизни там Орка, Ватника, Колорадо? Никакой. Мы сейчас их там всех убьем, зайдем на эту территорию и там будет Украина. И привезем туда на Украину настоящих украинцев. Это же они говорили, это не я говорю, я просто повторяю эту мысль. Вам это ничего не напоминает сейчас, да? мы эти путем из Буни по территорию Запад. Да, я начало 90-х вспоминаю поезд дружбы из Западной Украины и Хмара, по-моему, да, тогда был у них идеологом. И я вот это помню, украинскую мову, сектор газа будет еврейским або безлюдным. Вот Крым будет украинским или безлюдным. И никого это не смущало. На всей Украине, во всем мире, уже тогда, в 91-м, втором году, надо было отрезать ему язык и сказать, ты, чувак, ты что творишь? И может быть сегодня, если бы тогда отрезали... А теперь по результатам, по факту на выходе. Вот эти мечты, они же все время у них озвучивались, они все время проговаривались. Вот эти вот странные и с точки зрения морали, и с точки зрения психиатрии мечты, так они же осуществились. Точнее, они сейчас продолжают осуществляться, но уже на Украине. не в отношении Крыма и Донбасса, а в отношении Украины. То есть мечты сбываются, я уже говорил не раз, повторю еще раз. Андрей, я не перебиваю, я просто говорю, что у нас время подошло к концу, у нас четверг, у кого-то рыбный день, а у нас на политотделе день ваджи. Если есть возможность и желание через неделю в четверг вернуться к продолжению нашего разговора. Спасибо большое, спасибо, до свидания. Итак, дорогие друзья, это был Андрей Варжа и программа Политотдел. Будьте здоровы, берегите себя, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok